Если на этой неделе мы получим положительные данные, если они оправдают ожидания рынка или, возможно, даже окажутся выше ожиданий, то это, скорее всего, что вселит некоторый энтузиазм и оптимизм в инвесторов рынка ценных бумаг и акций. Мэтт Феллсман, добро пожаловать в нашу студию Дукаскопи-ТВ. Очень вам рады. Спасибо большое. Всегда пожалуйста. Завершился отчетный сезон Австралии. Мы переходим к новому этапу. Какими были основные ваши взлеты и падения? В целом, отчетный сезон оказался намного лучше, чем мы ожидали. Примерно две трети компаний продемонстрировали рост доходности. Около 50% компаний сообщили о том, что их уровень доходности превысил их ожидания. Две трети компаний сообщили о том, что их данные на момент составления отчета оказались лучше, чем они ожидали. В принципе, для многих прошлый сезон отчетности Австралии оказался гораздо лучше прогнозов. Не таким слабым, как многие думали. Я приведу вам пару примеров. Прибыль авиакомпании Куантас до момента уплаты налогов составила 921 миллион долларов. В основном такие данные были обусловлены низкими ценами на рынке нефти и низким валютным курсом австралийского доллара. Есть также и негативный пример. Розничная торговая сеть Woolworth. Компания понесла довольно большие убытки. После уплаты налогов потери компаний составили 972 миллиона долларов. Такие компании, как Suncorp и BHP, в прошлом отчетном периоде объявили о начале процесса реконструктуризации и оптимизации, реорганизации своих предприятий. Для некоторых акционеров это стало положительной новостью, потому что это означает желание адаптироваться к столь волатильным условиям рынка. Каким образом это может повлиять на отношение игроков рынка к дальнейшим перспективам на следующий год? Инвесторы предпочитают занимать, так сказать, выжидающую позицию. Они сидят и ждут, когда получат свою прибыль. При этом крайне важно, чтобы состав инвестиционного портфеля внушал доверие. Как правило, инвесторы играют с голубыми фишками и ставят на долгосрочную прибыль. Все это вызвано чрезвычайно высоким уровнем волатильности. Пообщавшись недавно с некоторыми клиентами, я пришел к выводу, что основные изменения в менталитете заключаются в следующем. Они стали более тщательно планировать свою торговлю, а затем уже торговать согласно плана. Прежде чем покупать акции какой-то компании, вы должны знать, что это за компания, какая стоимость этих акций, и каким может быть ваш доход, и какими могут быть, соответственно, ваши потери. Вы должны точно знать, каким будет ваш план действий и строго его придерживаться. Что касается краткосрочной перспективы, на прошлой неделе были представлены довольно положительные данные по экономике США. Мы ожидаем на данные по занятости в месяц в хозяйственном секторе. Согласно концепту с прогнозом, мы увидим прирост новых рабочих мест в размере 190 тысяч. Какими будут ваши прогнозы? Да, в прошлую пятницу мы получили довольно положительные данные по экономике США. Данные по росту ВВП были очень сильно пересмотрены в сторону повышения, к отметке 1%. Такие показатели превзошли ожидания рынка, которые находились на уровне 0,4%. Положительные данные по экономике, в принципе, могут негативно повлиять на другие рынки, потому что они означают повышение процентной ставки ФРС США в этом году. Соответственно, если данные на этой неделе окажутся положительными, а, возможно, даже выше этих прогнозов, то это вселит еще больше оптимизма в инвесторов рынка ценных бумаг и акций. В ваших последних комментариях я заметила, что вы ожидаете на возобновление нисходящего тренда на рынке акций США. Почему? Есть много причин, чтобы быть пессимистом, учитывая текущую ситуацию на мировых фондовых рынках. С технической точки зрения, мне очень интересен рынок акций США в долгосрочной перспективе. Движение индекса S&P 500 довольно волатильно. После того, как в прошлом году был зафиксирован многолетний максимум индекса, мы наблюдаем прерывистую тенденцию к повышению. Я бы сказал так, мы наблюдаем довольно большую диспропорцию между группами на рынке. Что я имею в виду? Такие компании, как Facebook, Amazon, Netflix, Google были ответственны за подъем рынка. В последнее время они сократили свою долю на рынке. Это рынки с будущими перспективами, но на данный момент мы не видим средств в этом направлении. Это означает, что настроение рынка не такое уже положительное. Я бы сказал, что мы видим классические признаки рынка, который потенциально достигает своих пределов. И на мой взгляд, в долгосрочной перспективе, особенно на рынке США, это может привести к циклическим спадам. Большое вам спасибо, Месс, за ваши комментарии. Спасибо и вам, Натали. Команда Дугас КПТВ будет держать вас в курсе основных экономических событий США. На сегодня все. С вами была я, Натали Макдональд. Вы смотрели прямое включение и Сиднее специально для Дугас КПТВ. До свидания. До свидания.